Еще важный момент при проведении совещаний, как нужно проводить. Первое, это нужно контролировать предыдущие договоренности. То есть вы на предыдущем совещании что-то решили, нас записали, и нужно взять эту информацию предыдущего совещания и обработать. Посмотреть, что сделано, что не сделано. И если это не сделано, либо не было записано, то, скорее всего, половина не сделана. Поэтому нельзя проводить следующее совещание, когда предыдущие задачи не закрыты. Это важно. Второй момент, это нужно правильно анализировать информацию. То есть собрать всю информацию, конверсии, цифры по компании, вывести это на какой-нибудь экран. Допустим, демонстрация экрана в зуме, либо выписать это на доске, чтобы можно было эту информацию анализировать. Важно, чтобы она была твердая, своевременная, что не устаревшая и структурирована. Чтобы это было не разбито, как какие-то пазлы, а все по полочкам лежало. Тогда это будет очень хорошее проведенное совещание. Поэтому часто ошибка, это неправильно доведенная информация. И за счет этого, получается, можно отклониться от курса. Второе важное, это анализ этой информации. То есть, почему имеем то, что имеем, что нужно сделать, чтобы цифры выросли и так далее. Вот, важно. А потом решение. То есть, это такой пик совещания. То есть, ага, мы поняли, что нам надо делать, да, конкретно, какие нужно делать действия. И дальше это уже договоренности. Потому что решение это что делать, а договоренность это кто, когда и что будет делать, в какие сроки. Вот, получается такое, что, где, когда. Продолжение следует...